Всем привет! Меня зовут Сергей. Сегодня мы сделаем вот такую анимацию в стиле Motion Graphic. Добавляем в сцену плоскость. Увеличим ее в 5 раз. Переходим в Edit Mode. Жмем правую кнопку Subdivide. 10 хватит. Добавляем цилиндр. Меняем количество грани на 6. Уменьшаем радиус. Выделяем цилиндр, потом плоскость. Жмем Ctrl плюс P. Object. И ничего не происходит. Чтобы это изменить, идем в меню Instance Vertex. Но я хочу добиться другого результата. Для этого выделяем цилиндр и масштабируем его. Далее выбираем плоскость. Идем в Edit Mode. Выбираем каждое второе ребро. Идем в Select, Select Loop, Edge Loop. Задвигаем выделенные ребра. Теперь жмем A. Выделяем все. Масштабируем по нужной нам оси. Вот теперь мне все нравится. Далее выходим в Object Mode. Добавляем на плоскость модификатор Displace. Выбираем текстуру Clouds. Теперь анимируем этот модификатор. Для этого сначала добавляем пустышку, потом мы добавляем кривую. К пустышке применяем Constraint следовать по пути. В поле Target выбираем кривую. Звеним ее, чтобы удобнее с ней работать. Повернем по оси X на 90 градусов. В поле Offset Constraint на первом кадре ставим ключ. Идем в последний кадр. Меняем значение Offset на 100 и ставим второй ключ. Смотрим результат. Пустышка делает полный круг за 250 кадров. Идем в модификатор Displace. В частурных координатах меняем значение на обзыв. Выбираем пустышку. Теперь модификатор у нас анимирован. Эта анимация циклична. То есть в первом и последнем кадре она повторяется. Чтобы отрегулировать ее скорость, масштабируем кривую. Идем в Shading. Я не буду делать сложное освещение. Вместо этого использую карту HDRI. Переключаемся на World. Добавляем ноду текстуры окружения. В ноде ищем нашу карту. Я скачал ее с сайта HDRI Heaven. Это бесплатно. Ссылку на сайт вы найдете в описании. Теперь сцена освещена этой картой. Меняем значение на Object. Выделяем цилиндр. Добавляем новый материал. Добавляем новый материал. Меняем ему цвет. Металик на максимум. Регулируем шероховатость. Дублируем эту ноду и меняем цвет. Добавляем Mix Shader. Добавляем ColorRamp и ноду в Object Info. Соединяем все наши ноды. В ColorRamp меняем значение интерполяции на Констант. Двигая ползунки мы можем теперь регулировать количество разноцветных цилиндров. Давайте пока уберем все цилиндры и оставим один. Добавим модификатор Bevel и отрегулируем фаску. Идем в Edit Mode. Добавим ребер к цилиндру. Включим режим X-Ray. Выделим полигоны и немного отмасштабируем. Идем в материал, создаем новый. Тип Emission. Меняем цвет и силу. Жмем применить. Посмотрим, что получилось. Жмем эти галочки и уменьшаем лом. Вернемся к цилиндре и посмотрим на результат. Выставим камеру. Крутим настройки материала, чтобы улучшить картинку. Если вам все понравилось, идем в настройки рендера. Выбираем путь сохранения и формат файла. Жмем рендер. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Это очень мотивирует на создание новых видео. На этом все. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok